Была Ахмадулина. Сказка о дожде. С диалогами в нескольких эпизодах и хором детей. Со мной с утра не расставался дождь. О, отвяжись, я говорила грубо. Он отступал, но преданно и грустно вновь шел за мной, как маленькая дочь. Дождь, как крыло, прирос к моей спине. Его корила, я стыди, снегодник. К тебе в слезах взывает огородник. Иди к цветам, что ты нашел во мне. Между тем вокруг стоял суровый зной. Дождь был со мной. Забыв про все на свете, вокруг меня приплясывали дети, как около машины поливной. Я с хитростью в душе вошла в кафе и спряталась за стол, укрытый нишей. Дождь под окном пристроился, как нищий, и сквозь стекло желал пройти ко мне. Я вышла, и была моя щека наказана по щечиную влаги. Но тут же дождь в печали и отваге омыл мне губы с запахом щенка. Я думаю, что вид мой был смешон. Сырым платком я шею обвязала. Дождь на моем плече, как обезьяна, сидел. И город этим был смущен. Обрадованной слабостью моей дождь детским пальцем щекотал мне ухо. Сгущалось засухо. Все было сухо. И только я промокла до костей. Но я была в тот дом приглашена, где строго ждали моего привета. Где над янтарным озером паркетов сходила люстры чистая луна. Я думала, что делать мне с дождем. Ведь он со мной расстаться не захочет. Он наследит, там он ковры намочет. Да с ним меня вообще не пустят. В дом я толком объяснила. Доброта во мне сильна, но все ж не безгранично. Тебе идти со мною неприлично. Дождь на меня смотрел, как сирота. Но черт с тобой, решила я. Иди, какой любовью на меня ты пролит. Ах, этот странный климат, будь он проклят. Прощенный дождь запрыгал впереди. Хозяин дома оказал мне честь, которой я не стоила. Однако, промокшая всей шкурой, как андатра, я у дверей звонила ровно в шесть. Дождь, притаившись за моей спиной, дышал в затылок. Жалко и щекотно. Шаги, глазок, молчание, щеколда. Я извинилась, этот дождь со мной. Позвольте, он побудет на крыльце. Он слишком влажный, слишком удлиненный для комнат. Вот как, молвил удивленный хозяин, изменившийся в лице. Признаться, я любила этот дом. Здесь свой балет всегда вершила легкость. О, здесь углы не ушибают локоть, здесь палец не порежется ножом. Любила все, как медленно хрустят шелкохозяйки, затененные шарфом. Но более всего плененные шкафом мою царевну спящую, хрусталь. Тот, в семь румянцев, розовевший спектр, в гробу стеклянным мертвый и прелестный. Но я очнулась. Ритуал приветствий, как опера, станцован был и спет. Хозяйка дома, честно говоря, меня бы не любила непременно. Но робость поступить несовременно чуть-чуть мешала ей, что было зря. Как поживаете? О, блеск грозы, смиренной в слабом горлышке гордячки. Благодарю, сказала я. В горячке я провалялась, как свинья в грязи. Со мной творилось что-то в этот раз. Ведь я хотела, поклонившись слабо, сказать, живу, хоть суетно, но славно. Тем более, что снова вижу вас. Она произнесла «Я вас броню, помилуйте, такая одаренность сквозь дождь». И расстояние отдаленность вскричали все к огню ее, к огню когда-нибудь, во времени другом. На площади среди музыки и брони мы свидимся опять при барабане «Вскричите вы в огонь ее!» «В огонь за все, за дождь, за после, за тогда, за чернокнижьи двух зрачков чернейших, за звуки сгуб, как косточки черешин, летящие без всякого труда. Привет тебе, на цель в меня прыжок, огонь мой брат, мой пес многоязыкий. Лежи мне руки в нежности великой, ты тоже дождь, как влажен твой ожог. Ваш несколько причудлив монолог», – проговорил хозяин уязвленный. Ну, впрочем, слава поросли зеленые, есть прелесть в поколении молодом. «Не слушайте меня, ведь я в бреду», – просила я. «Все этот дождь наделал». «Да, этот дождь меня терзал, как демон». «Да, этот дождь меня вовлек в беду, и тут я увидала». Там, в окне, мой верный дождь. Один стоял и плакал. В моих глазах двумя слезами плавал лишь след дождя, оставшийся во мне. Одна из гостей, протянув бокал, туманная, как голод над карнизом, спросила с неприязнью и капризом, «Скажите, правда, что ваш муж богат?» «Богат ли муж, не знаю, вполне. Но он богат, ему легка работа. Хотите знать один секрет? Есть что-то неизлечимо нищее во мне. Его я научила колдовству, во мне была такая откровенность. Он разом обратит любую ценность в круг на воде, в зверька или в траву. Я докажу вам, дайте мне кольцо. Спасем звезду из тесноты колечка». Она кольца мне не дала, конечно, в недоумении отстранив лицо. А знаете, еще одна деталь. Меня влечет подохнуть под забором. Язык мой так и воспалялся вздором. «Да, это дождь», — твердил мне свой диктант. «Все, дождь тебе припомнится потом». Другая гостья голосом глубоким осведомилась. «Одаренных Богом кто одаряет? И каким путем? Как по гремушкой мой гремел озноб. Приходит Бог, приласков и привесел. Немного старомоден, как профессор, и милостью ваш осеняет лоб. А далее летите вверх и вниз, в кровь разбивая локти и коленки. О снег, о воздух, об углы к варенке. О простыни, гостиниц и больниц. Василия Блаженного в зубцах. Тот острый купол, помните, представьте. «Всей кожей об него, да вы присядьте!» Она меня одернула в сердцах. Тем временем для радости гостей творилось что-то новое, родное. В гостиную впускали кружевное серебряное облако детей. «Хозяюшка, прости меня, я зла, я все лгала, я поступала дурно. В тебе, как на кубах у стеклодова явился выдох чистого стекла. Душой твоей наполненный сосуд. Дитя твое отлитое так нежно, как точен контур, обводящее нечто. О том не знала я, не обессудь. Дождь моей губы звал к ее руке. Я плакала, прости меня, прости же. Глаза твои премудрые и причистые. Тут хор детей возник невдалеке. Ах, так сложилось время. Смешинка нам важна. У одного еврея ха-ха была жена. Его жена корпела над тягостным трудом, Чтоб выросла копейка величиною с дом. О, капелька металла, созревшая как плод, Ты солнышком вставала, украсив небосвод. Все это только шутка, наш номер, наш привет. Нас весело и жутко, растит двадцатый век. Мы маленькие дети, но мы растем во сне, Как маленькие деньги, окрепшие в казне. В лопатках холод милый и острия двух крыл, Нам кожу алюминий, как изморось покрыл. Родителей оплошность исправим мы, ура. О, пошлость ты не подлость, ты лишь уют ума. От боли и от гнева ты нас спасешь потом. Целуем, королева, твой бархатный подол. Лень, как болезнь во мне смыкала круг. Мое плечо вело чужую руку, Я, как птенца в ладонях, грела рюмку, Попискивал ее открытый клюв хозяюшка. Вы ощущали грусть над мальчиком, Заснувшим с позаранку в уста его, В ту алчущую ранку, Отравленную проливая грудь. Вдруг в нем, как в перламутровом яйце, Спала пружина музыки сагбенной, Как радуга в бутоне краски белой, Как тайный мускул красоты, В лице, как в Сашеньке, Непробужденный блок. Медведица, вы для какой забавы В детенышей влюбленными зубами Вы щелкивали бога, словно блох. Хозяйка налила мне коньяка, Вас лихорадят, Сядьте у камина, Прощай, мой дождь. Как весело и мило Принять мороз на кончик языка, Как крепко пахнет розой от вина, Вино лишь ты ни в чем не виновата, Во мне расщеплен атом винограда, Во мне горит двух разных роз война, Вино мое, я твой заблудший князь, Привязанный к двум деревам склоненным, Разъединяй, не бойся же со звоном, Меня со мной пусть разлучает казнь, Я делаюсь все больше, все добрей. Смотрите, я уже добра, как клоун, Вам в ноги опрокинутый поклоном, Уж мне тесно средь окон и дверей, О, Господи, какая доброта! Скорее жалеть до слез, Пасть на колени, я вас люблю, Застенчивость калеки, Бледнятые щеки и кривит уста, Что сделать мне для вас хотя бы раз? Обидьте, не жалейте, обижая, Вот, кожа моя голая, большая, Как холст для красок, Чист простор для ран, Я вас люблю без меры, без стыда, Как небеса круглые мои объятья, Мы из одной купели, все мои братья, Мой мальчик дождь, Скорей, иди сюда! Прошел под спинам легкий холодок, В тиши раздался страшный крик хозяйки, И ржавые оранжевые знаки Вдруг выплали на белый потолок. И хлынул дождь! Его ловили в таз, В него впивались веники и щетки, Он вырывался, Он летел на щеки и прозрачной пеленой Вставал у глаз, Отплясывал нечаянный канкан, Гремел, играя, С хрусталем воскресшим, Но дом над ним уж замыкался, Воскрежет, как мышцы, Обрывающий капкан. Дождь! С выражением ласки и тоски Паркет Марая полз ко мне на брюхе, В него мужчины, подымая брюки, Примерившись, вбивали каблуки, Его скрутили тряпкой половой И отжимали брезгу и в уборной, Гортанью вдруг осипшей и убогой, Кричала я, Не трогайте, он мой! Дождь был живой, Как зверь или дитя, О, вашим детям жить в беде и муке, Слепые, Тайн, не знающие руки, Зачем вы окунули в кровь дождя? Хозяин дома прошептал, Учти, Еще ответишь ты за эту встречу. Я засмеялась, Знаю, что отвечу, Вы безобразны, Дайте мне пройти. Страшил прохожих вид моей беды, Я говорила, ничего, оставьте, Пройдет и это. На сухом асфальте Я целовала пятнышко воды, Земли перекалялась нагота, И горизонт вкруг города был розов, Повергнутое в страх бюро прогнозов, Осадков не сулила никогда.